я могу говорить только не о церкви наверное вообще а именно о русскоязычном христианстве где которые я более-менее знаю потому что я служу и путешествую по разным церквам и россии ближайшего зарубежья служу да и то что я вижу на сегодняшний на сегодняшний день да но что я считаю церковь должна обратить внимание да вот я помню как в начале 90-х когда я сам был студентом как много молодежи приходила в церковь большое количество молодежи приходило в церковь и когда я смотрю сегодня не так много молодежи приходит как в то время и причем не то чтобы они потеряли интерес к духовному но их меньше приходит и поскольку мои старшие дети уже там студенты я общаюсь и с их какими-то знакомыми в том числе неверующими молодыми людьми я спрашиваю почему вы когда ищете духовного не в церковь приходите они любят увлекаться и йогой и всякими там восточными культами медитативными практиками прочее 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 на что они мне говорили сказали знаешь как виктор нам хочется не просто служить нам хочется что-то практиковать и когда вот мы часто приходим вот там йога или восточное то там нас учит каким-то духовным практикам а в церкви проповеди мы слушаем семинары мы слушаем конференции мы слушаем нам не хватает практики я вот думаю что церковь должна обратить внимание у нас есть уникальная благословенная духовная практика как мы ищем господа это было и в ранней церкви было средние века к сожалению в наше время мы обычно там мы слова проповеди семинары ну и там где-то дома у себя помолитесь там мы так думаем что они там дома уходят и усердно до сна молятся они не молятся на самом-то деле да людей и молодежь особенно интересуют духовной практике и я считаю что сегодня мы должны обратить внимание на то что в частности в нашем в харизматическом направлении было утеряно да это вот и и совместные уединения да и личные уединения с постом и и молитвы и и реальность переживания о чем мы читаем у многих христианских мистиков у жанны гиен у многих у многих читаем да и вот я думаю что это всегда востребовано люди хотят не только слышать о боге они хотят переживать господа и важно чтобы мы этим делились практиковали сами и вовлекали вот в это общение с господом в том числе молодых людей